Приглашаю вас вместе со мной отправиться в путешествие. Поэтому прошу в зале выключите свет. Спасибо. Друзья мои, сегодня и на протяжении всей этой недели я буду раскрывать для вас удивительные истории. И что интересно, эти истории не основаны на мифологии, они не основаны на легендах, потому что я представлю вам факты и документы из области археологии, из области истории, которые подтверждают факты этого древнего бытия. Итак, Египет – древнейшая цивилизация. Должен отметить, что учеными скрывались многие вещи на протяжении многих десятилетий. Особенно это происходило в советских и социалистических странах, где казалось, что люди считали, что Бога нет. И поэтому многое, связанное с Богом и связанное с Библией, оно было тайной. И открывалось просто как открытие ученых, и как будто Библия к этому не имеет абсолютно никакого отношения. Хочу заметить, что в течение многих лет нас учили, что вера в Бога, она показывает, что мы с вами невежды. И что верить в Бога грамотному, умному человеку, который имеет образование, абсолютно нет смысла, потому что его нет. И если его нет, зачем веровать в Бога? Это просто какой-то мираж, какой-то внутренний обман и так далее. Но сегодня и на протяжении наших встреч я не буду просить, чтобы вы могли просто поверить. Я отвечу на многие вопросы, которые ставят неверующие люди. Например, почему в нашем мире существует так много-много проблем? Почему так много противоречий существует в нашем мире? Как мы можем узнать, что Библия, это не является собранием мифов? Что это не является собранием легенд? Что это настоящая история? Что дает человеку вера в Бога? Нужно ли человеку, который живет в 21 веке? В век космических технологий? В век компьютерных технологий? Когда кажется, мы все можем решать. Один человек сказал, с тех пор, как появились у нас компьютеры, мы стали успешно решать многие проблемы, которые связаны с компьютерами. Мне очень жаль. Но на самом деле, мы ничуть не достигли какого-то совершенства, когда пользуемся компьютерами. Хотя они действительно во многом помогают нам. Нужно ли человеку, живущему в 21 веке, верить в Бога? Если он есть, если действительно он есть, и это можно доказать, то каковы должны быть мои отношения с этой личностью? Как достичь процветания и успеха? Что принесет будущее современному поколению людей? Что необходимо сделать человеку такого, чтобы он имел уверенность в завтрашнем дне, что завтра с ним будет абсолютно все хорошо? И как я уже говорил, я не буду просить, чтобы поверили слепо, из-за того, что это говорит Антонюк. Абсолютно нет. Но прошу поверить в убедительно изложенные доказательства и факты. Поэтому спланируйте свое время так, чтобы не пропустить ни одной лекции, по крайней мере, на этой неделе. Друзья мои, путешествуя по миру, исследуя древние библейские земли, вместе с моими коллегами мы открыли удивительную историю. Историю, которая была скрыта на протяжении многих десятилетий от стран социализма. Эта история основывается на великих доказательствах археологии. И, конечно же, начнем мы это здесь, в стране пирамид. В стране фараонов, которые создали самую великую и удивительную цивилизацию, которая господствовала на земле на протяжении нескольких тысяч лет, где правила 31 династия фараонов. Мы с вами сегодня будем задавать очень много вопросов. И, конечно же, мы попытаемся найти ответы на все поставленные вопросы. Вы знаете, известный учитель около 2000 лет тому назад сделал следующее заявление. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Именно поэтому мы сегодня здесь, в городе Винница. Потому что мы пришли представить факты. Факты, которые открывают и подтверждают истину. Сегодня мы пригласим вас в самые удивительные места на планете Земля. Мы отправимся в землю фараонов, и вы увидите славу, величие и преуспевание этой древнейшей цивилизации. Библейские пророчества, они предсказывают будущее. Но чтобы узнать это будущее, чтобы разобраться в нем, человеку нужна история. Нужны истоки, нужны причины того, что происходит все сегодня. Поэтому сегодня мы ответим на вопрос, что археология может сказать об историчности и достоверности иудейских и христианских документов. Давайте отправимся сегодня в землю пирамид. И мы узнаем, почему они были построены и как они были построены. В чем же заключалась философия этих древних цивилизаций. Друзья мои, на протяжении тысячелетий древние страны этого региона, региона лишь бассейна Средиземного моря, они играли величайшую роль в истории всего человечества. Когда археологи открыли то, что происходило в жизни отдельных людей, целых народов, древнейших цивилизаций, это потрясающее открытие. Оно не только подтвердило древнее писание, книгу, Библию, но они дали нам неопровержимые доказательства и факты, которые указывают на путь будущего человечества, куда идет наш мир. Что будущее приберегло для цивилизации 21 века. Сегодня вечером хочу поделиться с вами потрясающими открытиями, которые дают смысл рассказам, написанным в уникальной книге, книге древнейшей, книге Библии. Вы отправитесь со мной в путешествие через пространство времени. Мы посетим с вами земли, где боги были царями, и цари были богами. И по мере нашего знакомства с упустевшими городами, роскошными усыпальницами, мы сможем признать могущество древних цивилизаций. Впервые сведения о египетской стране, они появляются примерно около трех тысяч лет до нашей эры. Основателем первой династии фараонов был человек по имени Менес. Друзья мои, Египет – это страна пирамид. Египет – это страна, где обитает сфинкс. Египет – это страна филук. Филук – это лодка египетского рыбака. Египет – это огромнейший музей под открытым небом, с огромными храмами, огромными монументами, где сохранились много записей, которые сегодня открывает нам древний мир и что происходило в нем. Египет – рай археологов, поскольку все там сохраняется в абсолютно сухой атмосфере. Все мы знаем с вами, что Египет или пустыня Сахара, она является самой сухой на планете Земля. В городе Каире, в столице Египта, осадки выпадают не более шести раз, пяти-шести раз в году. Вы знаете, в некоторых районах Египта дождей почти не бывает. Дожди выпадают, может быть, один раз в десятилетие. И это позволяет очень четко сохраняться любым предметом. Например, если бы вы сегодня оказались в Египте, в пустыне Сахара, и вы потеряли бы там свой туфель или свой сапог, и предположим, что вы через 300 лет туда вернулись, через 300 лет вы найдете там этот свой сапог, и он будет точно такой, какой вы оставили 300 лет тому назад. Он ничем не изменится, потому что сухой климат, абсолютно сухой климат, позволяет сохраниться любым вещам очень и очень хорошо. Хорошо. Однажды, познакомившись с одним старым человеком в городе Луксори, в Египте, из-за того, что уже долгое время не было дождя, а вы знаете, что на Украине как часто выпадают дожди? Ну, сколько? Бывает, 10 раз выпадают в году осадки? Регулярно. Регулярно это как? Почти каждый день или как? В неделю выпадает один-два раза, да? Да? Вы знаете, иногда бывает, что нет, а иногда бывает, что и чаще. И поэтому вот в Киеве позавчера такой дождь был, и не то, что такой дождь, а он шел полторы суток, не останавливаясь. То уже мелкий идет, то опять крупный, то мелкий, то крупный был. И поэтому таких осадков Египет не знает. Вы знаете, сколько идет дождь в Египте? 15 минут, самое большее. Все. И вот это один раз осадки. И так 5-6 раз в Каире. А в других местах раз 10 лет, 15 минут, и все. Вы представляете себе, как можно четко планировать свое время? Очень хорошо. Что хочешь, что делай на улице, ты знаешь, что дождя не будет. И если он выпал сегодня, то в ближайших несколько месяцев, если ты живешь в Каире, дождя не будет. А если ты куда-то дальше, ближе к пустыне Сахара, не переживай. Никаких проблем. 5 лет не будет дождя. 6 лет, 10 лет не будет дождя. Планируй, как хочешь, в свое время. Строй, что хочешь, делай, что хочешь. Поэтому люди знают, что там нет дождя. На большей части Египта почти дождей не бывает. Но Египет это страна Нила. Здесь, посреди испепеляющего жара солнца, течет река Нил. Эта река является живительным источником влаги для государства Египет. И вот вам естественная система орошения пустыни. Вот эти снимки сделаны с вертолета. И вы видите, вот здесь очень хорошо и отчетливо видно. Посмотрите, вот это песок, это пустыня уже. Вы видите мою указку? Вот смотрите. Вот это уже пустыня. Вот здесь вот немножко зелени, затем речка Нил, затем с этой стороны немного зелени, потом тоже так же пустыня с другой стороны. Таким образом, жизнь в Египте, это только вдоль Нила. И без Нила не существует жизни для Египта. Совсем недавно, например, к концу 90-х годов, жизнь в Египте существовала только вдоль Нила. В начале 90-х годов, то есть в конце 80-х, в начале 90-х, жизнь существовала только вдоль Нила. Но несколько позже, ближе, уже ближе к 2000-му году, они стали развивать туризм. И поэтому появились города на берегу Красного моря, чего раньше не существовало. И в этих городах практически нет местных жителей. Туда приезжают работать только. Работать для того, чтобы обслуживать туристов, которые приезжают со всего мира. И поэтому жизнь в Египте настоящая только вдоль Нила. Каждый раз после проливных дождей река разливалась, оставляя 5-сантиметровый слой плодороднейшего ила. И до сих пор эта земля считается самой благодарной землей. Я думаю, что Украина тоже тянется к этому моменту, потому что украинская земля тоже славится хорошей производительностью. Правда, что сегодня, когда проезжаешь по украинским степям, по украинским землям, очень, к сожалению, много пустынных мест, где никто не обрабатывает, и все в таком, знаете, состоянии очень плохом. Нужно что-то делать, чтобы появилась жизнь, потому что на Украине тоже очень хорошая земля. Египет выжил эти тысячелетия не потому, что имел богатые природные или экономические ресурсы, абсолютно нет, но благодаря только Нилу. Кто-то сказал, если Нил высохнет завтра утром, Египет погибнет завтра ночью. Потому что если нет воды, как жить без воды? Египтяне живут вдоль Нила, вокруг пески, горы. Поэтому они развили самую величайшую цивилизацию в мире, которая просуществовала наидлительный период времени. Современный город Каир, столица Египта, входит в десятку крупнейших городов мира. Это очень интересно, потому что это чуть-чуть отстающая цивилизация в сравнении с другими странами мира. Это одна из стран третьего мира. Но город у них есть, который входит в десятку крупнейших городов мира с населением 22 миллиона жителей. И каждый день еще 3 миллиона приезжают и выезжают с Египта. Каждый день. То есть в Каире днем 25 миллионов людей находятся. Друзья мои, из чудес Египта наиболее известны великие пирамиды в Гизе, которые находятся неподалеку от города Каир. Это земля божественных царей, которые правила величайшая цивилизация, оставляя неизгладимое влияние даже на современное развитие хода истории. Когда мы попадаем в эту землю, мы узнаем о древних пирамидах Микеренуса, Хефрена, Хеопса. Всего около 80 пирамид в этой стране. И, конечно же, включая сюда пирамиду ступенчатую, красную и овальную. Люди спрашивают, зачем древние египтяне строили пирамиды? Мы с вами сегодня найдем ответ на этот вопрос. Но на первый вопрос, который, то есть перед этим ответом, я хотел бы ответить еще на один вопрос предыдущий, более важный. Каким образом фараоны могли сохранять тела своих предков на протяжении тысячелетий? Все мы знаем, что когда хоронят человека, через некоторое время он разлагается и становится одной с землей. Но как фараоны могли сохранять тела своих предков на протяжении тысячелетий? Вот перед вами мумия. Эта мумия была сохранена не в силу мудрости врачей древнего Египта. Это не мумия какого-либо фараона. Это женщина. Ее нашли в песках в пустыне Сахара. Этой мумии более четырех тысяч лет. И эта мумия очень хорошо сохранилась, точно так же, как мумии фараонов. Она не разложилась, она просто высохла. И сегодня есть ответ на вопрос, как фараоны могли сохранять тела своих предков. Абсолютная сухость воздуха. Вот в чем тайна, вот в чем причина прекрасной сохраненности тел фараонов. Некоторые думали, что древние египетские врачи умели делать бальзам такой, который вот мог это делать. Но это обман. Абсолютная сухость воздуха. Вот в чем секрет. Вот в чем тайна сохраненности тел фараонов. Но поскольку эти тела продолжали существовать так долго, египтяне постепенно стали разрабатывать версию и концепцию вечности. Они стали думать, что человек не родился для того, чтобы только прожить некоторое время и умереть. Они стали думать, что человек продолжает жить после смерти. Таким образом, постепенно они выработали доктрину о бессмертии души. Они считали, что тело всего лишь раковина для души. Должен заметить, что есть отличие в этой философии от философии древних греков. Например, греки времен Сократа, они верили в то, что душа может существовать без тела. Египтяне же считали, что никогда. Они считали, что Ка, это двойник или Ба, это так они называли душу, может существовать только в сохраненном Рен, это тело. И если Рен не существует, то душа тоже уничтожена. Именно поэтому они строили величественные гробницы. Потому что они были поражены этой концепцией вечности, которую же они сами придумали. И таким образом они строили эти великие пирамиды, чтобы сохранять тела великих фараонов. Люди верили, что фараоны – это сыны богов. Фараон был на земле Богом. И когда эти тела приносились в долину царей, тогда миллионы кубических метров песка и камней водружались над ним, над этими могилами, над этими местами захоронения. И все это делалось лишь для того, чтобы утвердить веру в вечность жизни после смерти. А вот перед вами удивительная ступенчатая пирамида, которая была построена во времена 4-й династии фараонов. Ее построил архитектор царя Зозеса по имени Имхотеп. Этой пирамиде порядка 4,5 тысяч лет. Она самая древняя пирамида в Египте. Ее сегодня реконструируют. И она древнейшая пирамида. И она действительно достойна особого уважения и отношения, и исследования. Перед вами величайшая пирамида Куфу. Это самая большая пирамида, которая была когда-либо возведена на планете Земля. Ну и, конечно же, в Египте. Греки назвали Куфу Хеопсом. Хеопс или Куфу, это древнеегипетическое его имя, он построил свою пирамиду на Гизовском плоскогории, как часть комплекса поклонения Богу Ра. Там существовал комплекс поклонения, и они поклонялись, и он построил как часть этого комплекса. Конечно же, там же было и захоронено его тело. При строительстве камней, с которых строили пирамиду, обтесывались и прилегали настолько плотно, что во многих местах невозможно даже лист бумаги просунуть между этими камнями. И это говорит о том, что люди достаточно были умны, когда они делали какое-либо строительство. Пирамида Хеопса имеет 235 метров длины с каждой стороны. И на сегодняшний день она имеет 138 метров высоты. Ее правильная высота от начала, она была 144 метра, но в силу времени верхушка обвалилась, и на сегодняшний день она представляет высоту 138 метров. Она точно обращена на север, юг, запад и восток. Она состоит из 2 миллионов 300 тысяч каменных блоков. Если бы сегодня мы могли бы организовать и разобрать эту пирамиду и выстроить с нее один огромный забор, этим забором можно было бы оградить сегодня современную Францию или Украину, еще бы осталось немного камней. И, конечно же, возникает такой вопрос, для чего такое огромное сооружение? Ответ очень простой. Чтобы сохранить вечность, концепцию вечности, которую они разработали и поверили. Вы скажете мне, оу, эти люди, наверное, были очень набожными, наверное, они очень были религиозными в то древнее время. Конечно, они были очень религиозны. У древних египтян было множество богов и богинь, которым они поклонялись. На всякий случай был бог или богиня, которым они поклонялись. Всякий раз, когда я опускался в эти гробницы, я был поражен увиденным. На стенах и потолках предо мной вставали боги, богини, люди, демоны, изображенные древними египетскими иероглифами. Друзья мои, а золото, золото удивительного прикладного искусства. Древние люди, они не были примитивными. Они были образованными. Они были гениями в архитектуре. И вот, что это мне показывает. Что Библия, это древнейшая книга, в высочайшей степени мудрая книга. Потому что она была рождена в этой уникальной цивилизации, в загадочной стране пирамид. Первые пять книг Библии написал могущественный принц Египта, которого имя Моисей. Он был рожден в Египте, в легендарном Египте. И он жил во время нового царства, самого славного периода египетской истории, во время 18-й династии фараонов. Поэтому вы можете этой книге смело доверять. Она не примитивная. Эта книга, она не простая, но она книга, которая имеет значимость, не только имела значимость для Древнего Египта, не только она имела значимость для каких-то других цивилизаций, она имеет огромную значимость для людей, живущих в 21 веке. Давайте опять мы с вами обратимся к Египту. Каким же образом египтяне строили свои пирамиды? Мы уже знаем, почему они это делали. Но вопрос, как? Как они сооружали эти огромные пирамиды? Ну, например, поднять на 146 метров высоты камни, которые могут весить, например, несколько тонн, или даже до 100 тонн. Некоторые из камней, которые включают пирамиду Хеопс, имеют до 200 тонн веса. Как эти камни поднимались и ставились на место? В те времена существовала уже письменность. Египтяне дают подробнейшее описание строительства пирамид. Пирамида Хеопса была построена более чем 2000 лет до Рождества Христова. Свидетельства говорят, что 10 лет труда и 100 тысяч человеческих жизней ушло только на подготовку площадки, на которой затем воздвигалась пирамида в течение еще 20 лет. Фараон, как только становился фараоном, царем, он сразу же начинал строительство того места, которое он будет проводить всю вечность. Поэтому он считал, что его время, пока он живет и царствует, это приготовит для себя место, где он будет вечно пребывать. И поэтому они строили гробницы свои еще с молодых лет жизни. Вы знаете, основание пирамиды Хеопса покрывает площадь в 23 500 квадратных метров. Проектирование столь точное, что блоки дают отклонение на 200 метров, не больше, чем на 2 сантиметра. Друзья мои, как же их ставили на место? Греческий историк Геродот пишет, они строили помосты и накаты из глиняных кирпичей, используя огромные рычаги, огно, огромные толстые веревки. Они ставили эти блоки на свое место. И, конечно же, я неспроста это говорю, есть доказательства, что это происходило именно так. Когда мы подходим с вами к храму Карнак, это в районе города Луксора на юге Египта, то, друзья мои, перед вашим взором открываются останки возведения стен Карнакского храма. Эти блоки или кирпичи, они представляют собой, вы видите эти кирпичи, вот эти кирпичи, это саман. Вы знаете, что такое саман? Глина и солома. И делали формы такие, и лепили эти кирпичи. И вот здесь вы видите вот эти кирпичи, и вот эта часть специально, она дальше не разработана, для того, чтобы любой скептик, который абсолютно не верит в это, мог бы прийти, взять лопату и попробовать самому немножко откопать и увидеть, что дальше идет продолжение. И поэтому и Геродот пишет, и археологи доказали, что именно используя вот эти накаты, то есть используя рычаги, используя вот эти глиняные кирпичи, эти огромные камни перекатывались с места на место и поднимали на нужную высоту. Я, конечно, представляю себе, что этих блоков или же кирпичей из глины и соломы, наверное, миллионы нужно было для того, чтобы построить это огромное сооружение, как пирамида Хеопса. Но другого пути не существовало, и поэтому люди очень много трудились в этом направлении. Друзья мои, это доказывает, что пирамиды сооружались обычной физической силой, которой привлекалось огромное количество рабов, и не только огромное количество рабов, но и посвященных глубоко верующих людей в идею вечности, которые это делали. Должен сказать вам, что с начала января месяца, вернее, не с начала, где-то в половине января месяца, в Египте подле пирамиды Хеопса начались раскопки. Уже в 2007 году осенью руководство Египта подписало соглашение и позволило, потому что очень сложно что-либо копать, потому что сегодня никто не дает разрешения. Наконец-то было подписано соглашение, разрешение на разработки этих новых мест археологических открытий. И я должен сказать вам, что уже открыли несколько мест, где были погребены те люди, которые строили пирамиду Хеопса. Это не были рабы, но они были друзьями фараона Хеопса, и они глубоко были верующие, что Хеопс, или же Куфу, как его имя правильно, что он был действительно сыном Бога. Они веровали в это, и они искренне это делали, возводили это огромное сооружение, потому что они делали этот храм, это место, где будет жить дальше их Бог, Бог Куфу. И поэтому они оставили записи. И вот на иероглифах этих записей, маленьких гробниц, где они получили добро, соглашение от Куфу, чтобы они рядышком построили свои гробницы, сегодня мы имеем потрясающие открытия, которые убеждают, что действительно строились пирамиды человеческими ресурсами. Никакая техника не применялась. И поэтому все подобные истории, попытки объяснить, что это было космические пришествия делали, или еще кто-то, это все надутое, не имеющее никакого основания. Это только предположение. Но факты подтверждают одно. Обычно человеческой силой делали это рабы под приказом, и вторая группа людей, посвященные, и глубоко верующие люди делали это. Друзья мои, больше того, я хочу сообщить вам, что эти огромные камни доставлялись сюда из Асуанской долины, которая располагается от Каира, от этого места, Гизовского плоскогорья, на расстоянии около 700 километров. И вот эти камни все были доставлены сюда. Это говорит о том, что фараоны обладали неограниченной властью, и люди абсолютно слушались их. Эти цари-боги не имели предела своего влияния, и люди должны были их слушать. Если бы они не слушались, им не оставалось никакой надежды на жизнь. А сейчас перед вами огромный свинкс. Его построил Хефрен, сын Куфу. Он стоит у подножья великой пирамиды египетской, или пирамиды его отца. Сфинкс был обычным символом для египтян. Каждый вечер красочная звуковая программа, она освежает великолепие сфинкса и пирамид. У этого сфинкса львиное тело и царственная человеческая голова. Кроме передних лап, весь он высечен из цельного камня. Его длина 73 метра. Высота его имеет 28 метров. Лицо имеет его ширину 4 метра и 15 сантиметров. И нос имеет 2,5 метра. Это огромное сооружение, сделанное из одного цельного камня. Сегодня есть проблема разрушения сфинкса. И все делают, пытаются сделать, чтобы сохранить его, чтобы он не разрушился. Сфинкс был поврежден артогнем в 14 веке, в 1380 году нашей эры, исламским правителем, который рассматривал его как идола. Позднее армия Наполеона использовала его как мишень, причинил ему еще больший ущерб. Между ног сфинкса есть уникальный камень, черный камень, на котором есть надпись, которую сделал Тутмос IV, Фараон Тутмос IV. Он стал правителем Египта чисто случайно. Он не планировал, он не мог быть правителем Египта, но произошло такое, что он стал им. И на этом камне описывается история его восхождения к трону. Вы знаете, Иисус Христос однажды сказал, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Я еще никогда в жизни не встречал человека, который бы сказал, а я не хочу знать правды. Мне не нужна правда. Зачем мне переживать лишний раз? Мне кажется, что каждый человек хочет знать правду. Послушайте. Первая книга Библии называется «Бытие». Она повествует о древнем патриархе евреев Иосифе, который в силу обстоятельств оказался в Египте, и там был брошен в тюрьму. Но Иосиф знал живого Бога. Он поклонялся живому Богу. Он знал, что Бог иногда разговаривает с человеком. И это делает он через сон. Общается с человеком. И однажды, имея откровение от Бога, он истолковал сон фараона и был освобожден из тюрьмы и стал премьер-министром в Египте, когда впервые были изобретены колесницы. Посмотрите на эти изображения. Это династия фараонов-гексотов. Гексоты не были египтянами. Они происходят от семитского корня. Иосиф стал премьер-министром лишь в силу того, что он тоже происходил от семитского корня. Вот незнакомец, один из фараонов-гексотов, мумия которого тоже очень хорошо сохранилась. И когда мы начинаем изучать книгу Библию, на основании археологических открытий, сердце трепещет от волнения. И знаете почему? Потому что в Библии записаны те же события, о которых повествуют египетские иероглифы. Описаны те же события, те же истории, о которых написано четко в книге Библии. История Библии говорит, что когда умер Иосиф, и умерло то поколение, которое знало Иосифа, власть фараона захватил человек по имени Сыкнанре. Он был египтянином врожденным. Он восстал против гексотов. Вы можете видеть его череп, раздробленный во время битвы. Но его сын Камос, он победил гексотов. И поэтому он поработил затем всех семитов и еврейскую нацию. И Библия сообщает, что евреи, будучи рабами у египетского фараона, делали глиняные кирпичи саман для нужд фараона. Для того, чтобы он строил. То была 18-я династия фараонов. Самая величественная династия. Она называлась еще новым царством. Первым ее фараоном после Сыкнанре, который умер во время битвы, был Камос. Наследником его трона стал Амос. Очевидно, что он уже ничего не знал об Иосифе. Вы видите его мумию. Амос умер в 1580 году до нашей эры. В 18-й династии фараонов каждое имя имело корень Мос. Например, Камос, Амос, Тутмос I, II, III, IV и так далее. Везде Мос, Мос, Мос. И, вы знаете, Тутмос I, он был отцом самой известной женщины в Египте. Кто мне подскажет, самая известная женщина Египта, это кто? Итак, есть две, а я вам третью скажу. Я вам скажу, Клеопатра, это же недавно было. Это близко к нашему времени. А мы говорим с вами о древней истории Египта. Бородатая царица. Как же ее звали? Хачепсуд. Хачепсуд. Это единственная женщина, которая была фараоном. Единственная женщина в истории человечества, в истории Египта, которая была фараоном. Хачепсуд. Вы знаете, должен сказать вам, когда мы обращаемся к египетской хронологии, к еврейским пророчествам, мы узнаем об этой величайшей женщине в истории древнего Египта. Она была фараоном. Еврейская и египетская хронология сообщает нам о том, что однажды Хачепсуд со своими служанками, подругами, вышла на Нил купаться. И она обнаружила маленького мальчика в осмоленной корзинке на водах Нила. Она взяла его себе и назвала его Happy Moses, что означает Бог Апис вначале, а потом они назвали этого Бога Бог Амон. Это был Бог Плодородия. Он подарил мне его из воды. Бог Плодородия дал мне из воды этого мальчика. Ей было всего тогда от рода 16 лет. Она известна в истории как бородатая царица. Конечно же, она никогда не отращивала бороду, потому что была женщиной. Но всегда изображалась бородой. И не только изображалась. Когда она выходила на публику, она постоянно надевала бороду, потому что женщина не могла быть фараоном. И поэтому она носила бороду. Друзья мои, она была супругой своего родного брата Тутмоса II, который вместе с ней правил всего 5 лет. Вы скажете, ну как же, сестра вышла замуж за брата? Проблема в том, что фараоны считали, что они сыны богов. Все люди точно так же считали. И поэтому фараон должен был жениться только на дочери бога. Он не имел права жениться просто на другой девушке. И поэтому он должен был жениться на своей сестре. И в течение 5 лет они прожили, у них не было ни одного ребенка, кроме этого ребеночка, которого она вынула из воды. И тогда Тутмос II решил жениться на другой женщине, которая не принадлежала к роду фараонов. И когда он сделал этот шаг, он автоматически лишился права быть правителем Египта. И, конечно, с этих пор стала править Египтом Хачипсут. Друзья мои, она видела царя в приемном своем сыне, которого ей подарил бог Амон. Желая увековечить свое имя, Хачипсут построила храм Теби, который назвала Дейр-эль-Бахари на западном побережье Нила. Это один из самых прекрасных храмов на земле. Он высечен из цельной каменной скалы и имеет три этажа. Он построен в районе современного города Луксора. Все, что делала Хачипсут, было великим, было славным. Она также построила два больших обелиска в храме Корнак из гранита, на которых записаны были деяния Хачипсут. Эти обелиски указывали также на поклонение Богу Солнца, которому они называли Бог Ра. Важно отметить, что эти обелиски были сделаны за 250 километров от храма Корнак. И сюда были доставлены уже в готовом виде. Вес одного обелиска больше 200 тонн. Возникает вопрос, как сюда доставили? Нил помогал им доставлять. Нил. Друзья мои, должен сказать вам эти обелиски такого уникального качества. Мне кажется, как можно было его такой сделать? Обелисок имеет 32 метра высоты. Но впечатление, как будто его на каком-то станке распилили и затем на каком-то станке отшлифовали. И потом каким-то образом лазарем или чем выгравировали все надписи. И все эти оба обелиска, они описывали все деяния Хачипсут. Друзья мои, что же касается храма Карнак, этот храм, храм поклонения Богу Солнца, Богу Ра. Он строился, этот храм, на протяжении одной тысячи лет. Подумайте о гении архитектора, который создал проект на одну тысячу лет. Друзья мои, меня страшно удивляет, что побуждало этих фараонов, которые продолжали четко выполнять этот проект. Что их побуждало, что их зажигало на это. А их было больше 30 человек на протяжении тысячи лет. Это был самый большой по территории и объему храм на планете Земля. Его территория представляет собой порядка 15 гектаров земли. Длина гипостильного зала, главной части храма, которую построил Рамсес 1 и 2. И сети 1 представляет собой 500 метров длины. Некоторые колонны такие огромные, что до 100 человек может поместиться на верхушке одной колонны. Мощные балки весом в несколько сотен тонн, они покоятся на 20-ти метровой высоте Карнакского храма в колоннах. И вот я хочу рассказать вам, что с этой женщиной Хачапсут произошло. Перед вами две статуи, два памятника Хачапсут, но они обезглавленные. Почему эти памятники Хачапсут были разрушены? Вот здесь вы видите голова обезображена черной краской и представляет, напоминает нам с вами Бога Анубиса. Кто-то попытался уничтожить память Хачапсут. Почему? История и Библия сообщают, что Моисей в 1492 году до нашей эры, до Рождества Христова исчез из Египта. Почему? Однажды Моисей пошел посмотреть, как эксплуатировался еврейский народ. Увидев, как плетью надзиратель избивал одного еврея, Моисей, будучи обученным и был в возрасте 40 лет, взрелый мужчина, подошел и ударил этого египтянина, который был надзирателем и убил его. И тогда Моисей спрятал его. И вы знаете, на следующий день об этом стало известно в дворце фараона. И Моисей понял, что ему не будет сладко, и тогда он бежал из Египта. В этом же году Тутмос III убивает царицу Хачепсут и пытается стереть память об этой женщине. Здесь вы видите ее изображение. Вот, посмотрите. Это изображение Тутмоса Третьего. Это статуя его. И что интересно, что мумии Хачепсут не существует, но и мумии Тутмоса Третьего тоже не существует. Почему? Друзья мои, недавно ученые сделали следующее открытие, определив, что человеческая мумия, которую вы видите сейчас, которая представляла собой на протяжении долгого времени, как мумию Тутмоса Третьего, это подделка. Это мумия младше на самом деле на 45 лет от возраста, когда жил Тутмос Третьий. Тутмос Третьий умер в марте 1450 года до нашей эры, во время исхода еврейского народа из Египта. Чтобы ответить на вопрос, где же мумия Тутмоса Третьего, давайте вернемся к Сфинксу. Мумию Хачепсут уничтожил Тутмос Третьий, но куда же делась его мумия? Вот это вопрос, на который мы ответим, но вернемся сначала к Сфинксу, между лапами которого есть вот этот уникальный камень черный, на котором написана история Тутмоса Четвертого. Камень описывает следующее. Как сын Тутмоса Третьего, по очереди второй, не первенец, он охотился за дичью на плоскогорье Гизовском. Вместе с ним было много ребят, таких же самых, как он, и слуг, которые помогали во всем, и он наткнулся на голову Сфинкса. Ввиду того, что ветры пустыни Сахара песком задули этого Сфинкса, что только осталась одна голова над песком. над пустыней. И тогда он подошел и стал рассматривать это лицо. Об этом описывает камень. И когда он рассматривал лицо, то он пишет в этой истории, что этот Сфинкс, это лицо, этот человек, похожий на царя из камня, заговорил к нему и стал говорить, чего ты желаешь? Я удовлетворю любое твое желание. И тогда он сказал, я хочу быть фараоном. Но это невозможно. Почему? Потому что у меня есть старший брат, который будет фараоном. И тогда он описывает, что Сфинкс ему сказал, если ты меня откопаешь, я сделаю тебя фараоном. И он его откопал. Он его откопал. И параллельно с этим я расскажу историю, которую описывает Библия. Библия сообщает, что в земле Мадьямской Бог явился Моисею, который бежал из Египта и который прожил уже долгое время в Мадьямской земле. Он явился ему на горе Синай. И Бог сказал Моисею, иди обратно в Египет. Иди и освободи еврейский народ из Египта, потому что стенание народа дошло до меня. Я не могу больше смотреть, как издеваются люди над этим, египтяне над этим народом. Я хочу послать им мир, хочу сделать их свободными. Когда Моисей пришел в Египет, Тутмос Третий не хотел отпустить своих рабов на свободу. И тогда Бог стал сражаться за иудеев, за евреев. Библия сообщает, что Бог вынужден был послать на Египет 10 язв, для того, чтобы египтяне поняли, что нужно отпустить еврею на свободу. Язва это было нечто ужасное. Умерли все первенцы египетские. Умер и первенец фараона, который должен был стать фараоном. И тогда, когда умер его первенец, Тутмос приказал евреям срочно покинуть страну. Но через несколько дней он пришел в себя и решил догнать евреев и вернуть их обратно, вернуть их в рабство. Фараон догнал их тогда, когда они переходили через Красное море. Там Бог совершил чудо. Вода раступилась и евреи по сухому дну прошли на другой берег. Увидев эту ситуацию, Тутмос третий рискнул. И он пошел по сухому дну, тогда, когда справа и слева воды были стенами. И он рискнул и пошел, чтобы догнать евреев. Но как только последний еврей вышел из воды, вышел из этого моря, воды, которые были стенами, они соединились, и фараон вместе с своим войском остались на дне моря. А эта дорога, она ведет к гробнице Тутмоса третьего, где была найдена корчина плавающих в море тел. Она подтверждает библейскую историю, что там умер фараон Тутмос третий вместе со своим войском. Друзья мои, эта мудрейшая книга, книга Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. А фараоном Тутмосом четвертым действительно стал второй сын Тутмоса третьего. Он об этой истории сообщил нам на этом камне, который находится между лапами сфинкса. Друзья мои, эта история, которую записал Тутмос четвертый, она подтверждает Библию. Поэтому, путешествуя по таинственно-загадочной земле божественных царей, я видел неопровержимые доказательства того, что Библии можно верить. Но Библия это не только история прошлого. Это слово живого Бога, который предсказывает будущее, чтобы вы убедились в этом, я сегодня приглашаю вас посетить еще одно место в этой удивительной земле, земле фараонов. Это древнейшая столица Египта, город Мемфис. Но когда я приехал на это место, вы видите сейчас это место, к моему удивлению, я обнаружил, что никаких следов города в столице нет. Вплоть до 12 столетия нашей эры город Мемфис существовал и был величайшим городом. Этот народ, который жил в городе Мемфисе, был самодоволен. Они верили в видолов богов, они поклонялись этим богам, они создавали этих богов из камней, из железа, из глины, из соломы, из дерева, из золота, из серебра. И молились им и считали, что эти боги решают их проблемы. Друзья мои, интересно отметить, что говорит о Мемфисе, старинный библейский текст. Послушайте, так говорит Господь, истреблю идолов и уничтожу лжебогов Мемфисе и опустушу Пафрос, так раньше называлась земля египетская, Пафрос, ино, это город, но, рушится, и на Мемфис нападут. Археолог Эмелия Эдверг в своей книге «Тысячу миль по течению Нила» на странице 97 сообщает, и вот что осталось от Мемфиса, древнейшего из городов. Несколько кучек мусора, около дюжины поломанных статуй и названий. Куда же исчез величественный город Мемфис? Археологи считают, что останки Мемфиса использовались для строительства современного города Каира. Сегодня Мемфис, отличавшийся множеством храмов, монументов, статуй, богов, которым поклонялись люди, полностью сравнен с землей. Кроме крапивы, черновника, финиковых пальм и несколько обломков, кусков, статуй, я ничего не видел на месте города Мемфис. Друзья мои, библейские пророчества предсказывают будущее, но познаем мы их на уроках прошлого. Должен сказать вам, что изучая историю Древнего Египта, эти удивительные записи, я открыл для себя нечто, что указывает путь в будущее. Египтяне использовали около трех тысяч иероглифов, благодаря которым четко записывали все свои деяния. Обратите внимание на букву Анг. Это символ жизни и смерти. Она встречается во всех иероглифах, во всех иероглифических записях. Должен сказать, что христиане, когда появились в Египте, они букву Анг использовали потом, как сегодня современные писатели христианские описывают, что это египетский крест, крест древних египтян, но это только буква Анг, которую сегодня используют как крест древних египтян. Египетская одержимость жизнью после смерти вдохновляла на искусство, на архитектуру, на многие подвиги, которые делали люди. Они мечтали, что наилучшее это жить после смерти. Но значение и понимания иероглифов было давно потеряно. Годами археологи пытались как-то разгадать, чтобы прочитать эти записи, но никак не могли. Вы, наверное, слышали о таком камне, как розетский камень, который находится сегодня в Британском музее в Лондоне. В 1798 году Наполеон Бонапарт вошел в Египет. И поскольку он был заинтересован в античной истории, он имел при себе группу исследователей, ученых, историков. И вот один из них попал в деревню Розетты в Дельте-Нила, где были обнаружены письмена на этом камне в 1799 году. Но только в 1822 году потрясающее открытие розетского камня сделал молодой ученый француз Жан-Франсуа Шампольон. И это дало ключ к расшифровке всех иероглифических записей. на камне был написан один и тот же текст на трех языках. На греческом языке, доматическом это египетский язык, который появился сразу после иероглифов, и на языке иероглифов. С тех пор древний язык стал понятен, и множество тайн древнего мира было открыто людям. Например, на южной стене храма Карнак есть знаменитая сусакимская надпись, которая рассказывает о нападении фараона Сусакима на город Иерусалим, на Иудею. Эта запись, она подтверждает достоверность Библии. Библия описывает историю книги царств, в третьей книге царств, как фараон Сусаким напал на Иудею и осадил город Иерусалим. Поэтому Библия параллельно говорит с тем, о чем описывают древние египетские иероглифы. А вот здесь, южнее в Египте, расположены знаменитые Мемнонские колоссы. Говорят, что эти гигантские статуи издают странные звуки, когда восходит солнце. Я, конечно, пытался услышать, но говорят, что это нужно только особым посвященным. Можно услышать эти звуки. Вы можете видеть величие этих статуй, которые сделаны из цельного камня. Посмотрите в сравнении с человеком. Внизу там наша группа исследователей. Эти статуи имеют высоту в 20 метров и сделаны из цельного камня. Ну, а вот это храм Мавзолей Рамсеса II. Вы знаете, это место или этот храм называют еще Рамезимум. Этого фараона Рамсеса II называли еще в истории, и он известен как Рамсес Великий. У него было 92 сына и 106 дочерей. Это таких отцов нужно очень много в Украине, чтобы население не падало, чтобы был рост населения. А вот здесь описана битва Рамсеса II с хитеями. Послушайте, до недавнего времени ученый мир утверждал, что хеты как нация никогда не существовали. Однако Библия, эта древнейшая книга, говорит о хетах как о великой нации, о великом народе. Но теперь вы можете подойти к этой стене и прочитать текст, который описывает битву Рамсеса Великого с хитеями. И когда ученые стали изучать, они поняли, что хеты существовали, и что Библии можно верить, когда она описывает какие-то исторические события. В течение многих веков большинство людей смеялось над Библией. Они говорили, как можно верить этой книге, в ней нет исторической аккуратности, исторической последовательности, но это неправда. Послушайте, путешествуя по таинственно загадочной земле божественных царей, я видел исполнение библейских пророчеств. И на протяжении этой недели я покажу вам факты, которые подтверждают, что Библия это Божья весть для современного человека, что Библия знает от начала конец, что Библия это исторический достоверный документ. Невозможно побывать в Египте и, конечно, не услышать о том, об одной женщине, которую вы уже называли, что самой красивой на земле царицей была кто? Нефертити! Очень верно! Нефертити была самой красивой женщиной, царицей. Вы знаете, она была женой фараона Аминхотепа четвертого, который поклонялся в отличие от всех египетских фараонов, которые были до него и после него, многим божествам, а он поклонялся только одному богу Атону. Вы знаете, после смерти своего отца он даже себя переименовал. И в основном в светской истории его имя числится не как Аминхотеп, а Эхнатон его имя. И отец, когда давал ему имя, он говорил, Бог Амон доволен тобой, поэтому твое имя Аминхотеп. А когда отец умер, он сказал, я только поклоняюсь Атону, и я хочу, чтобы мной был доволен только Атон, и поэтому имя мое Эхнатон. Вы знаете, неподалеку от города Луксора, на левом берегу Нила, в пустыне Сахара, находится долина царей, где все гробницы были разграблены ворами, кроме гробницы Тутанхамона. Температура воздуха в этой местности на юге Египта достигает более 50 градусов плюс по Цельсию. Дождей там почти не бывает. Верхний слой земли превращается типа как тополинный пух. Вот перед вами гробница Рамзеса 4. А там внизу под гробницей Рамзеса 4 была расположена гробница Тутанхамона. И благодаря что над ней была гробница Рамзеса 4 воры они не знали что может быть гробница под гробницей. И поэтому сохранилась эта единственная гробница. Вот перед вами эта гробница которую открыл Гавард Картер и должен сказать вам что Тутанхамон это был молодой царь. Он слишком много мало царствовал. Он стал фараоном в 11 лет и в 11 лет он женился имел несколько жен а на 18 году жизни он трагически погиб. И поэтому он не успел многое но великолепие гробницы сокровища которые он сумел накопить за это время потрясает воображение. Тутанхамон был похоронен в 4 камерной золотой гробнице он находился в каменном саркофаге в тройном гробе множество золотых и позолоченных вещей было найдено в его гробнице вы видите золотую маску фараона Тутанхамона и богиню Сылкет которая охраняет гроб фараона в самом низу вы видите символ бога плодородия голова быка это бог Амон а вот правее и левее символ бога мертвых это бог Анубис он изображался наподобие шакала в гробнице были найдены золотые статуи были найдены золотые кровати вы когда нибудь спали на золотой кровати? Тутанхамон этот вот фараон он спал на золотой кровать он мог себе это позволить друзья мои удивительного качества эти кресла вот как вам кажется это может любой человек сделать такое кресло может но позвольте сказать я один из тех которые нет я когда исследовал щупал посмотрел у меня не станет ума сделать такое кресло люди древние они не были примитивными они были гениями и это абсолютная абсолютная правда вот это шафа это работа профессионального мастера как вы думаете это серьезная работа или это просто так все это вычикано это серьезная работа вы видите ковчег саркофаг помещение захоронения он сделан из вкусной работы это все золото такие шедевры древнейшей цивилизации они исключают теорию каменного века золотая колесница фараона Тутанхамона вы видите здесь жены статуи которые покрыты золотом я вам хочу сказать не всегда в истории фараонов египетской цивилизации хорошо было быть женой фараона иногда было очень хорошо но не всегда особенно когда приближалась смерть фараона иногда фараоны приказывали убить сначала их жен прежде чем он испустит дух свой чтобы они были похоронены там же где он похоронен но это не всегда происходило и вот но когда это происходило это было трагично вы видите здесь золотой кинжал другие золотые вещи а вот здесь великолепная резьба по алебастру это высокий профессионализм алебастер это такой камень той местности это очень плотный камень очень тяжелый друзья мои это искусство со всей уверенностью хочу сказать вам древние люди не были примитивными это все неправда что древние люди были отсталыми из-за того что у них не было компьютеров они были умными они были образованными они были гениями в архитектуре войдя в погребальную камеру мы видим статую фараонов натуральную величину внутри погребальной камере было несколько огромных ящиков один в другом которые называются ковчегом они обложены золотом и в этих ящиках было три саркофага три гроба один в другом последний гроб сделан из чистого золота чеканной работы и весит около одной тонны это мог позволить себе восемнадцатилетний фараон друзья мои вот эти гроб которые делали их было несколько три а это захоронение одного из министров это деревянный гроб и вы видите как они надевались один другой да вот один гроб вот тут мумия то есть тело затем вот один гроб потом второй здесь два гроба но у тутанхамона было три гроба и вот последний вот этот вот гроб в котором он лежал около одной тонны веса друзья мои затем мы с вами с вами видим лицо этого молодого человека художник отобразил точно копию черты лица вы знаете это было очень важно они четко отображали если бы сегодня воскрес перед нами этот тутанхамон и вы посмотрели бы на эту фотографию на него вы бы узнали что это тутанхамон потому что художники должны были точно отобразить копию черты лица этого человека друзья мои тела фараонов мумифицировались на протяжении сорока дней и затем тридцать дней их хранили куда приходили оплакивать их а затем отправляли тела в гробницы подумайте о чем это может говорить когда их бальзамировали только в течение сорока дней попозже на нашей программе я расскажу детали этого зачем нужны были все эти сокровища они отражают культуру древнего мира а также говорят о вере в загробную жизнь эти люди верили в сверхъестественные существа когда вы расспрашиваете старых бедуинов в чем суть их философии они даже до сих дней могут показать и доказать что верят в сверхъестественные существа сегодня мы с вами живем век цинизма но те древние верили что есть невидимый мир духов есть невидимый мир реальных существ которые реально параллельно с нами живут существуют что-то делают и влияют на ход истории людей и поэтому они строили пирамиды вот почему они верили в гробницы вот почему они верили в вечность души и вот почему они мумифицировали хранили свои тела и это мы знаем на основании их письменных наследий вот это древняя библиотека вы видите какие библиотеки были не полочки где книги выстраивали а отверстия где вкладывали свитки вы знаете что раньше писали на свитках не так давно я разговаривал с одним своим знакомым достаточно близко человеком который приходил на мою программу в городе Нижнем Новгороде и этот человек пытался мне объяснить что Александр все равно для меня так трудно поверить что так давно была написана Библия ну какая же письменность могла существовать мне кажется что это нереально а тогда когда я проводил там программу я не говорил ничего о Египте и тогда я ему рассказал то что я узнал о древнем Египте и он говорит это потрясающе если в Египте существовала письменность так давно то значит Библия была написана тогда когда была написана действительно это так друзья мои знали ли вы о том что Библия писалась на протяжении 1600 лет 40 писателей участвовали в ее написателе и первым писателем ее был Моисей царевич из 18 династии фараонов который написал первых 5 книг Библии это мудрейшая книга она описывает не только историю но она предсказывает будущее и я хочу в заключении показать вам еще одно пророчество которое четко охватывает глобально всю египетскую нацию которая исполняется даже сегодня в наше время и вы знаете нация египтян называлась копты и она называется сегодня так копты фараоны и вот эти династии фараонов это были копты сегодня Египет населяют три народности одна народность это самая большая это египетские арабы их живет 82-83% в Египте затем 12-13% живут в Египте копты это потомки фараоновского рода и затем живут еще бедуины бедуины это аравийские арабы которые живут в пустыне вот это население или же нации которые наполняют сегодня Египет и я должен сказать вам что копта вот этих древних египтян порядка 12-13% сегодня и я сегодня хочу сказать именно о них копты сегодня очень примитивные копты сегодня отстало живут в сравнении с арабскими с этими с египетскими арабами даже с бедуинами они живут намного отстало сегодня они мне кажутся когда я разговариваю с ними когда я наблюдаю за ними они сегодня кажутся отсталыми далеко людьми они не живут идеями прошлого у них нет будущего они вспоминают только прошлую славу они не видят что они могут сегодня вновь процветать почему я покажу вам некоторые слайды друзья мои люди современного Египта вот эти копты они действительно в проблеме этот египтянин живет в городе Каире копт знаете я думаю что люди которые живут в Каире там многие люди в галстучках красиво ходят одетые ему стоило бы тоже выглядеть лучше живя в столице своей страны у египтян действительно будущего нет посмотрите что они вышивают на своих полотенцах посмотрите это бог прошу прощения это бог Анубис вот там посмотрите древние фараон они изображают все что было древности они живут воспоминания величия каким был Египет славным и они не мыслят славы сегодня вот посмотрите как они передвигают щебень это абсурд они тяпками и лопатами передвигают несколько машин несколько машин вот этого щебня в то время как египетские арабы они используют экскаваторы для того чтобы переместить они используют трактора которые перевозят это копты используют только ослов и верблюдов они не пользуются современной техникой и это трагедия и конечно вопрос не перестает звучать один и тот же почему почему это происходит мой друг хотел дать понемногу долларов нескольким ребятам и вдруг не знаем откуда их появилось огромное количество они чуть не задавили моего друга вот этим деревянным приспособлением человек роет яму почему не использовать современную технику для этого он использует деревянное бревно какое-то которое вертит этот осел и он так пытается вырыть яму где-то на метр полтора вы видите здесь хижину вот этого египтянина вы видите что это за дом это дом все это вот такой дом и человек живет и считает это нормой для себя люди вот так перевозят сахарный тростник ведь есть же сегодня тракторы машины которые перевозят это но копты используют только вот такой вид транспорта это обычный стиль жизни древних египтян посмотрите на этих детей они желают выглядеть лучше полиция в Египте проверяет документы даже у водителей гужевого движения но почему копты египтяне ведут такой примитивный образ жизни сегодня тогда когда они были прогрессирующей цивилизацией я хочу открыть мою библию и хочу прочитать что предсказывает пророчество об этой древней цивилизации и что произойдет с этими людьми книга пророка из Икиилия послушайте посему так говорит Господь вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя людей и скот и сделается земля египетская пустынею и степью и узнают что я Господь так как они говорят моя река и я создал ее и сделаю землю египетскую пустынею среди земель опустошенных но возвращу плен Египта и обратно приведу их в землю Пафрос в землю происхождения их и там они будут царством слабым так говорит Господь Бог истреблю идолов уничтожил уже богов Мемфиси и земли египетской не будет уже властителя наведу страх на землю египетскую я сокрушу там ярмо Египта и прекратится в нем гордое могущество его послушайте более чем за тысячу лет наперед было записано в книге Библии это пророчество пророчество которое удивительным образом исполнилось в жизни коптов Египет будет слабым государством он не будет более возноситься над другими народами и не будет более властителя царя из египтян я хочу задать вам вопрос скажите Египет это сегодня мощное государство нет на земле оно мощное государство нет скажите это пророчество исполнилось или нет не будет возноситься над другими народами скажите это работает или нет Египет сегодня не возносится над другими народами он не порабощает другие страны он сам порабощен вы знаете я очень серьезно изучаю историю древнего Египта друзья мои Бог Библии знает от начала конец я Бог и нет иного Бога и нет подобного мне я возвещаю от начала что будет в конце и от древних времен то что еще не сделалось Бог знает от начала конец и Он Библии сообщил что произойдет с Египтом изучая историю Египта я убедился в точном исполнении этого пророчества с тех пор кто только не управлял Египтом друзья мои ассирийцы халдеи персы греки римляне турки французы англичане и другие сегодня Египтом правят тоже не копты Египтом сегодня правят арабы знаете и это происходит в той земле в той земле которая славилась самой длинной династией фараонов в земле египетской нет больше царей и цариц позвольте мне поделиться с вами чем-то сокровенным друзья мои я верю в Бога я верю в Библию на основании доказательств которые видел своими глазами посещая много других городов древнего Египта я вынужден был поверить что Библия права что ей можно доверять послушайте сегодня по всему миру живут много миллионов людей которые открыли для себя что Библии можно доверять когда они исследовали что она правдивая и она точно описывает историю она предсказывает будущее и это точно исполняется в жизни цивилизации друзья мои библейские пророчества предсказали события людей живущих в начале третьего тысячелетия может вам кажется это невозможным но вы скоро убедитесь что Бог Библии действительно знает о нас все и он знает как нам помочь я верю что есть Бог который вдохновил писателей Библии написать Его идеи и Его вести для всех жителей планеты земля я верую что этот Бог любит каждого человека на земле я верю что вы каждый присутствующий в этом зале можете иметь надежду в светлое будущее на протяжении многих десятилетий на этой земле где сегодня стоит Винница пропагандировали что Бога нет что Библия это неверно что это книга которой нельзя доверять но я сегодня стою перед вами чтобы сообщить то что видел своими глазами я имею доказательства что Библия это Божья книга достоверная книга и что есть на небе Бог который сотворил вас и вы не можете быть счастливыми вы не можете обрести внутренний мир вы не можете достичь благосостояния вы не можете достичь процветания вы не можете иметь подлинной радости вы не можете иметь настоящей подлинной жизни В отрыве от Бога Творца. Он создал нас для Себя. Я должен знать Его, ибо только в познании Бога моя жизнь обретает подлинный смысл. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Богу в молитве. О Отец наш Небесный, сердечная благодарность Тебе за то, что сегодня Ты подарил нам чудесную встречу. Сердечная благодарность Тебе за замечательных людей этого города. Сердечная благодарность Тебе за то, что Ты был с нами, когда мы рассматривали историю Древнего Египта. Когда мы прикасались к Твоей книге Библии, мы видели, что Ты знаешь от начала конец, и пророчество исполнилось. Боже, помоги найти в себе силы посмотреть правде в глаза. Сегодня, когда мы уходим с этого места, пожалуйста, береги пути каждого человека, позаботься о их домашних, родных, близких, позаботься о них. Господи, позаботься о всякой их нужде. Разрешай их проблемы и береги их пути. Пошли им нужный транспорт. А завтра помоги нам вновь встретиться, потому что хотим знать правду, исследовать ей. наша молитва к Тебе во имя драгоценное для нас, имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. огромное спасибо. Продолжение следует...